всем привет дорогие друзья давно с вами не виделись и сегодня на моем канале и крайне необычный выпуск это видео будет посвящено одному человеку благодаря которому мы посмотрим на мир совсем с другой стороны мы с вами так скажем опустимся на самое дно социальной жизни хочу сразу сказать что эта история происходит в колумбии а что первое приходит на ум когда мы слышим об этой стране кокаин и такую славу колумбия получила неспроста ведь в ней был некогда организован самый крупный наркокартель в мире и более того со времен пабло искобара страсти вокруг белого порошка до сих пор не утихают сегодня наш гость расскажет максимально правдивую историю того как он попал в колумбийский наркобизнес сколько он зарабатывал как перевозил и где прятал наркотики о том как его арестовали это как он отсидел четыре года в колумбийской тюрьме где после будучи сам наркозависимым жил несколько лет на улице сколько стоит один грамм порошка и что будет если тебя остановит местный полицейский и обнаружить запрещен очку да ребят материал получился действительно интересным а поддержите этот ролик лайками напишите свой комментарий ведь мы правда очень старались и обязательно досмотрите этот ролик до конца ну а мы начинаем все началось с того что однажды под окном своего дома где мы живем вместе с манижей а это я напоминаю богата столица колумбии ранним ранним утром я услышал русский мат выглянув вниз я увидел человека с бородой в каких-то драных обносках ну просто какой-то бичуган подумал я и на тот момент это выглядело примерно так и смитарь Бунты у нас. Я задумался. У этого человека наверняка много интересных историй, а что если я предложу ему дать мне интервью? Пусть он расскажет о себе, как он здесь оказался и что с ним произошло. Мы назначили время и место встречи, ну а то, что из этого вышло, смотрите сами. Вадзав! Как бы он сидит рядом, я начинаю уже с ним говорить, он ничего не отвечает, ну и у меня, да и пошел ты. Из кровати. Меня зовут Владимир, я из Эстонии, я русский, 35 лет, 88-го года рождения, сентябрь, пятый день. 2015-го года мои условия здесь были разными, первые четыре года я был в тюрьме. Вот я здесь, я тут. Добро пожаловать, так сказать. Ну, мои местности, мои окраины. А то, что это его окраины, я убедился, когда мы с ним перемещались с одной локации на другую. Буквально с каждым углом каждой лестницы у него связана какая-то история из двухлетнего опыта жизни на улице. Но мы пойдем по порядку и вернемся в Эстонию в 2010-й год, когда ему впервые предложили заняться перевозкой наркотиков. Я был в Эстонии, появился определенный человек, и у него были выходы и контакты, и в это время, как бы, у меня были определенные, скажем, семейные проблемы, сложности. Думал, обдумывал это все очень долгое время. Не так-то что. Поехали. Подумал и приехал сюда раз, два. Перевозь наркотиков с пункта А в пункт Б. Только это между континентов и континентов не ближайших, а Европа и, скажем, Южная Америка. Приезжал сюда, ожидал определенное время, грузился и выезжал. С Эстонии до Европы, Центральной Европы, и Центральной Европы уже сюда, в Колумбию, либо в другую часть Южной Америки. Я был и в Аргентине, и в Аквадоре, и в Бразилии, и в Парагвае. В год до четырех ходок. Три-четыре ходки в год за все вот это время, где-то 20 ходок я сделал. Можно и 6, и 10. Единственное, что как туристы уже очень подозрительно. Очень много внимания призывают, что ты не как турист, никакого бизнеса нету, начинают и вести, скажем, есть слежка и все вот это вот. За перевозку я получал до 8 тысяч евро. Как бы и родителям чем-то помогал, бабушке помогал чем-то, а основное все как бы прогуливал, пробухивал. Ну, частяков, скажем, такого я выходил где-то 3-4 тысячи евро. Жизнь была очень хорошая. Единственное, что как бы криминальный мир – это криминальный мир. И тут уже, как бы, извините, очень сложно находиться в криминальном мире и жить в нормальной системе. Как бы, ну, не получается, не сходится как таковой. Я вспоминаю, когда я был в аэропорту, я купил колумбийский флаг. Начинается погрузка в самолет, и на входе в самолет, скажем, уже я прошел все контроли. Миграция, чек-ин. Мне только не хватает зайти в самолет и как бы отчалить отсюда. Приходят два офицера, и у меня с собой ничего не было как таковое. Я багаж отдал, и у меня наркотики были в багаже, и уже меня позвали, чтобы я сопроводил их в комнату осмотра. Да, конечно, было же мы замаскировано во фломастеры, маркеры 2470,5 граммов чистого кокаина. Вот он фломастер, да? Вот это вот количество было загружено. Скажем, фломастер тоже сделан, двойная стенка, и это количество, это уже было чисто наркотики. Наркотики все вот это вот. Упаковка 10 маркеров такой формы, скажем, и у меня было, сколько было, 26, 26 упаковок маркеров. Мне запихали это все, сделали. Это второй раз, когда с такой же работой кто-то попадает, скажем, кто-то погибает, я бы сказал даже. Самый большой риск, он был позади. Я уже в этом был 5 лет, и не знаю, мне стыдно. Мне плохо, мне плохо, наверное, из-за этого. То, что я делал, и в том, в чем я был. Вплоть до того, что я дочке даже ввелся определенные подарки, одежда туда-сюда. Когда меня попросили сопроводить в комнату досмотра, то уже как бы открыли чемодан, и сразу, где находятся наркотики, сразу туда. Ага, делаем тест, и показал позитивный, то, что это кокаин. В комнате осмотра мне уже предъявили мои права туда-сюда, и как бы начали осмотр, наркотест, показал позитивный, как бы, ну, тут уже попал. Субтитры создавал DimaTorzok Задержали. В 14-ю я уже позвонил отцу и сказал, что все, бать, в следующих пару лет ты меня не увидишь, я в тюрьме. Единственное, что он сказал, идиот. Всегда ищешь каких-то проблем. У меня допрос был, куда ведешь, с кем работаешь, для кого работаешь, на кого работаешь. Такие профилактические вопросы. Единственное, что меня спасло, то, что я в это время не говорил так хорошо по-испански. То есть сейчас я говорю, как, ну, достаточно хорошо. А тогда я ничего не говорил, и перевозчик, тоже у меня такой перевозчик попался, то, что, ну, практически ни хрена не переводил толком. По интонации я пытался, как бы, понять, что мне хотят предъявить. Хотели предъявить, ну, вплоть до того, да, к терроризму. Меня осудили на 64 месяца. Это 5 лет, 4 месяца. И, как бы, весь, ну, все вот это вот, скажем, процесс от 10 до 30 лет был. Меня, вот, да, конечно, спасло. Единственное, что, как бы, тут есть у них определенные моменты в своем законе, как бы, вот, не снизили. Как таковое, меня осудили на 10 лет. На 128 месяцев. У меня было два слушания, два суда. На втором уже, как бы, все меня осудили. Мне даже 64 месяца. То есть половину того, половину от 10 лет. И я уже, как бы, пока я находился в тюрьме, я тоже и работал, и учился, и преподавал вплоть до того. И, как бы, я уже снизил срок на 13 месяцев. То есть я вышел не 64 месяца, не через 5 лет, 4 года, а через 4 года и 1 месяц. Когда я был в тюрьме, я видел всех этих людей, я видел всю эту жизнь, я прекрасно понимал. И я сам себе говорю, да не, я в этой, да не, никогда. Вышел из тюрьмы и упал. Проварился еще ниже. У меня не было желания жить. Но у меня были тоже определенные проблемы с алкоголем, употреблением алкоголя. Я могу употреблять только не для того, как раньше. Как глупый молодой пацан, который начинает... А-а-а, Таге! Да, он 2 года жил и спал на улице. Был в употреблении наркотиков. Я был только в том, чтобы достать деньги, скажем так, ресурсы на употребление, на дозу. Самое-самое страшное, что у них здесь, это базука. Что-то наподобие кокаина, только это хуже, чем кокаин. Кокаин наверху образуется, как налет, как, скажем, определенный слой. Кокаин его вытаскивают и уже выкладывают сушить. И базука, это все, что остается. Все, что остается, скажем так, на стенках, это сушится и уже оскрявляется от стенок. И это вот этот продукт. Вот трубка. Самопальный вариант. Здесь монетка. Это как трубка, труба, сантехническая пластиковая труба. С одной стороны затыкается пробка, как пробка, монетка. Здесь дырочки, фольга, дырочки, пепел, порошок и чал. Тут самая такая эйфория курить через трубку, это когда ты поджег, все это сгорело. Выпускаешь, тебя вот так вот прям вертит. На что похоже это? Ни на что. Как часто сейчас ты употребляешь? Днем я стараюсь не употреблять ничего. Да, получается, скажем, со злобой, с такой откровенной злобой, как бы стараюсь не употреблять. Если я ни в чем не занят, ничем не занят, тут уже как бы и проявляю, а, Настя, ну пойду употреблять что-нибудь. Потому что все равно никто ничего не хочет, я никому не нужен, начинается такая тоже проблема головного характера. Тут наркотики, они дешевые, скажем так, относительно дешевые. Марихуана тут зависит, скажем, косяки, уже забитые косяки, а они, ну, 3-4-5 тысяч, скажем, пакетик, то, что, ну, как трава в пакетике, ну, 10-10-20 тысяч. Это так вот на улице, как коммерческие, куличные. Кокаин стоит, скажем, хорошего качества на 20-30 тысяч, хорошего качества. Одного грамма тебе может схватить, ну, 6-7-8 часов. А что будет, если тебя поймают с граммом кокаина? Скажем, они тоже тебя сначала зададут вопрос. Показывай все, что у тебя есть, чтобы не было проблем. Тебя могут вернуть все и сказать, хорошо, все, давай, иди отсюда, гуляй смело. Только не попадайся, еще раз попадешься, ну, жопа. Если коммерческого характера, то тут уже все, ты барыга, ты дилер, как бы тут уже начинает. Тебя могут даже заключить в тюрьму. Этот угол зеленая, синий угол. Здесь тоже лесенку мы прошли. И здесь тоже спал. Опасно так ночевать на улице? Конечно. Очень опасно в том смысле, если у тебя твои личные вещи без присмотра, без твоего личного присмотра, вплоть до утра, что ты шнурками, вокруг ноги, обвязан на узелок, чтобы не уточили, либо начинает тащить. Ты проснешься, и, ну, меня резали даже, ножевые ранения у меня были. Ну, как бы здесь шрам, здесь шрам, как бы все, все порядано. Это суматоха и проблема быта, и виза наркотиков, тут определенные побочные эффекты. Ну, начинает ехать крышу у людей, как бы начинаешь. А я, как бы, чтобы я намерен на кого-то, а против кого-то. Как таково, чтобы убить, либо навредить кому-то, никто. Мультик. Кот Леопольд. Ребята, давайте жить дружно. Я знаменитый здесь. И вот представь себе, грустный клоун, как тамада, так сказать. Меня все знают, а жизнь моя вот такая вот. И, с другой стороны, со всеми говорю, со всеми общаюсь, в принципе, и, как бы, тоже прошел через этот такой очень-очень жесткий период жизни. Наркотики сейчас, как бы, ну, хорошо то, что реабилитирую сам. Нашел силу и волю, остановиться в этом тяжело, тяжело. Почему? Потому что игнорируют. Если ты в наркотиках, тебя игнорируют, как таково, а ты употребляешь. С тобой тут ничего не может получиться. Если ты в наркотиках, даже из-за употребления с этим завязать очень сложно. Ты видишь эту жизнь. Это не то, что, скажем, ты ищешь этой жизни. Оно ищет тебя само. Ну, тут и заключается уже, либо ты опять, опять и опять, либо ты уже о чем-то начинаешь задуматься. Мне тоже сейчас сложно об этом всем вспоминать, говорить, упоминать, напоминать. Я не нахожусь в этом бизнесе. Я вышел с этого, и, как бы, я не хочу возвращаться туда, почему. Как сказать, быть монстром и забирать в жизни людей. Какую цель. Зашли в магазин, супермаркет. Это местная такая марка. Что ты обычно берешь, ну, стандартно закупиться? Стандартно, молоко, яйца, колбаса и что-нибудь такое. И по возможности, конечно, тоже йогурт. Потому что йогурт, скажем, йогурт с булкой. Ну, и дело, оно хорошо залетает. Хорошие колбаски, вкусные. Мне нравятся. Чорису антилкеню. Это у них как цардельки, только чорису. 12. А есть такое, что скучаешь по селедочке, там, по чему-нибудь такому? По халатцу. По халатцу? По кильке маринованные огурцы соленые. Здесь соленых огурцов практически не найти. Кефир. У меня бардак, сразу скажу, у меня бардак, бардак, бардак. Я недельку не убирался, и как бы, как-нибудь, находишь вещи, в карман суёшь, потом приходишь, вытаскиваешься, суёшь, вытаскиваешься, скажем, ну, вот так вот. Могло быть лучше, единственное, что как бы тоже приходишь, выходишь, приходишь, выходишь, и как бы времени нет, одержки как такового ещё нету пока что у меня. Так что вот так вот, и живёшь. Брюки у тебя? Да, у меня парадные брюки, рубашка. Ого! Скажем, здесь тоже до хрена всякой херен. Я даже сам на самом деле не знаю, что у меня тут есть. Тут другой телевизор. Здесь, интересно, у меня, может быть, всякие вот такие вот штуки. Всякие фенечки, менечки. Тут у меня солдатики есть даже, для того, когда мне становится очень скучно, начинаю играть. Фу, какой бардак, мне даже самому не противно. Я не... Провода, провода, провода. Да, кровать тут такая, такого принципа тоже. Это как бы стеллажи, деревянные стеллажи. Для них уже эти самые матрасы. То есть неделю у меня выходит 100-105 тысяч, если облачу за неделю, если за день, то 20. Здесь другие тоже комнаты. Двухъярусные кровати. Двухъярусные кровати 22 тысячи стоят. А сушничекчатка. Как бы готовить с баллоном, с газом. Работает только две, потому что тоже как бы условия такие. Здесь была страильная машинка, здесь два душа, холодная вода, только холодная вода. Здесь горячая вода. Скажи, ну вот это подогревай, который подогревает воду. Нету вытечки. Это все, она вся затоплена, загажена и как бы не выходит влага. И здесь начинает уже как бы цвести грибок и вся вот эта, вся эта рунда. Это было, конечно, уже, да. Я сначала прожил 9 дней на улице, потому что было переполнено. Внутри все было переполнено, до того, что уже до людей, некуда было пихать людей. И с наручниками, первая ночь с наручниками напротив, скажем, здания суда. И я провел 9 ночей в парке, и потом уже определили в тюрьму. Но первый день, конечно, и заходим, заезжаем в тюрьму, делают регистрацию, туда записывают, все. Заходим в патио, и тут как раз построение, пересчет. Каждый день с утра и вечером пересчитывают, сколько людей присутствует, сколько не присутствует. И тут дверь открыта, заходим мы, и тут стоят, сколько, 200, 200 с лишним человек, и тут я такой красавец. И начинаются крики по стенкам, по дверям, сеть, давай сюда, давай, я тащи жопу. Ну, такие приколы. Первая психологическая давка, как бы, что за человек ты? Я был 11-м, кто зашел в камеру, и камера для 8 человек, то есть 3 человека спали на полу. Вплоть до того, что заезжали люди, которые отбывали срок за свои штрафы. Тебя могут заключить, что у тебя есть штраф какой-то, скажем, ну, 10 тысяч, у тебя штраф. Заезжали люди на 3 дня, на 6 дней, на 15 дней, вот так вот, скажем, подплатить свои долги в физической форме. Ну, там достаточно много людей, и хулиганы, и разбойники, и убийцы, и как бы, здравствуйте туда-сюда, кто главный, с кем могу говорить. За что сел, с кем работал, единственное, что я никому ничего не говорил, я сказал, за что сел, а с кем работал, этого я ничего никому не говорил. Не нахожу в этом смысла как таковой, так как стукануть, что ли, для меня получается. Тоже, как бы, такой момент, то, что очень уважительно относится к этому. Скажем, одно дело, скажем так, ну, прикалываться, а с другой стороны, когда уже серьезные вещи. Ну, ладно, я жив стал, самое главное, то, что я жив. Сначала спал на полу, потом уже, когда уехали, ну, освободили меня в другую камеру для четверых человек, и потом, и последний, я уже был в камере для шести. За первые три месяца я потерял где-то 20 килограмм. Сейчас пойдем посмотрим на русский магазин. Посмотрите, как там все. Как бы, я тоже занимаюсь, скажем, один из представителей этого магазина. Только в моем случае я русский, русский. Ну, ладно, русский эстонец Колумбии. Помимо этого, ну, попрошайничество. Просить монетки. В день можно заработать, так 100 тысяч можно заработать. Только попрошайничество, да. Единственное, что, как бы, хорошо у меня получается так, что если у меня есть работа, как бы, мне уже не хочется попрошайничать. Попрошайничество, либо искать работу. Здравствуйте, я ищу работу на сегодняшний день. Чем я могу вам служить? Тут иногда, как садовник. Иногда что-то вынести, перенести. Иногда помыть витрину какую-нибудь. Большое количество этих всех штук нашел на улице. Здесь, скажем, рецеплахи. Рецеплахи – это как отходы, только которые могут быть переработаны как таковой. В том смысле, то, что ты можешь собрать пластик в одну кучу, бумага в другую кучу. И за все это дают бабки. Первый раз, когда я сумел руки в мусор, вышло у меня хорошо, заработал денег на этом. Скажем так, нашел одну коробочку антиквариатную с одной брошюркой, крестик. И все у меня вышло где-то в районе 150-170 тысяч. Потому что я продал в одном месте, продал в другом месте. Здесь вплоть до того, что даже телефоны можешь найти в мусоре. Вот она. Мать Россия Патрия. Вот, это работники. Иван. Это Камилл. Они здесь работают. Здесь женский отдел, здесь мужской отдел. Здесь, скажем, трилавики. И здесь уже вещи Второй мировой войны. Скажем, все это концентрировано на Второй мировой войне. Напоминаем о забытой эпоке. Вот только новым характером. Скажем, старые вещи, которые как таковой модернизируются. А что, тут реально водку продают? Реально водка. Сколько водки в салат? Сколько стоит? 160 тысяч. Ну, русская водка, которую привозят сюда. В принципе, уже вот здесь. Вот есть воздух тоже. Когда я был молод, у меня были проблемы с алкоголем. Сейчас я уже как бы не пью. Если я выпиваю, я выпиваю, чтобы выпить, расслабиться. Я не так, чтобы набухаться. Как бы я уже не преследую этой целью. Пользуются тут популярностью? Да, пользуются. Скажем, здесь пользуются. И, скажем, я вот летаю. Поэтому я здесь тоже с ними работаю. То, что добро пожаловать, привет. Ухита спайс. Ты по-русски говоришь? Я по-испански говорю. Владимир! Эта была sorpresa для Владимир в своем cumpleаños. Когда у меня уже прошел этап, я уже приехал на другую тюрьму, переехал. Тоже приняли все нормально. И как бы первая работа, ну, это у меня вышли швейные машинки. Какие-то сумочки, какие-нибудь такие кошелечки, такие штуки. Как бы я уже начал проектировать дизайны. И потом уже попал на кухню. На кухне, конечно, было тяжело работать, потому что это для трех тысяч людей. Еды не хватало, потому что тут тоже такой рацион. Риса, один стаканчик. Ну, это, как я говорю, это такая жопа, конечно, с едой была. Это не хватало. Люди злые, жрать всем хочется. Шесть тебе открывают. Сразу завтрак. После завтрака в одиннадцать-двенадцать обед. И потом уже в три-четыре часа у тебя ужин. И после этого, как бы, все, уже кухня закрывается. Зратвы меньше дают. Люди начинают злиться. И, как бы, выходили проблемы, определенные проблемы. Последнее, на то, что я работал, уже был, это самый, садовник, либо садовник. Вот, садовник, я уже забыл по-русски говорить. И тут я уже сам, как бы, гулял по всей тюрьме, в принципе, и тоже начал рисовать, писать. И, как бы, тут уже более-более такое свободное у меня перемещение было по тюрьме. И когда уже подошло время к выходу, тут я уже вышел и, как бы, не знаю, наверное, был такой хорошим человеком. То, что некоторые люди даже плакали, то, что, как бы, ну, все, я уже на волю пошел. Вот, на самом деле, да, плакали. Я, как бы, более вольный такой, вольного характера человек. Я ни с кем, скажем, не пытался сунуться в ту или иную организацию, либо банду. Если что, ну, как бы, даже не своей личной пытался организовать. Нет, зачем? Никогда мне не нравилось насилие, как бы, я от этого всего стараюсь избегать. Тоже европейцы были, и итальянцы, и поляк, и, скажем, испанцы тоже. Как бы нормально, такие дружелюбные ребята, я не могу сказать, что прям такие звери-монстры. Мои родители, кровные родители, они с моего детства, когда я, ну, новорожден, они разошлись. Не, я знал свою мазь, я ее потерял, она умерла, чтобы земля ей была пухом. Когда я был в тюрьме, меня об этом не оповестили, меня оповестила Эстония, моя мачеха, она приняла меня. Все мы знаем то, что одной женщине намного сложнее принять одного мужчину с детьми, чем одному мужчине принять одну женщину с детьми. В Эстонии у меня средне-техническое образование, сварка. Я учился сначала в одной школе на районе, и после этого в другой, в самой лучшей школе, как таковой, математического уклона, с образованием по программе Веленкина. Ну, и после этого тоже техникум, и был одним из лучших учеников, скажем так, с определенными потом возможностями на будущее только я выбрал. Этот человек наверняка у многих из вас вызвал чувство отвращения, злобы или ненависть, но то, что он говорил, согласитесь, было достаточно искренне. За все интервью он неоднократно зависал, смотря куда-то в сторону, и говорил слова по типу «нет смысла в жизни», «сколько времени потеряно впустую», о том, в чем он по молодости и глупости был замешан. Эта внутренняя пустота его сжирала изнутри, и знаете, это очень заметно. В лице наркомана, городского сумасшедшего, как угодно, мне удалось рассмотреть в нем, ну, доброго и умного человека. Вы обратили внимание, как он запоминает числа и даты? Я не могу вспомнить то, что было там неделю назад, а он помнит что-то там десятилетней давности, что случилось, в какой месяц, в какой день. Он знает четыре языка, играет на фортепиано, рисует и пишет книгу. В общем, я хочу помочь этому человеку. И возможно, что кто-то из вас задался вопросом, как помочь Володе. Да, помогать деньгами наркозависящему, ну, такое себе, все равно все спустит на дурь. И поэтому мы поступим хитро, если, конечно, от вас будут какие-то донаты. Эти деньги я не отдам ему напрямую. Я лично пойду и оплачу его жилье, если потребуется, чтобы он не остался на улице. Мы вместе с ним пойдем в магазин, купим ему еды, постираем ему вещи, а может быть даже купим новые. Если честно, я уже пробивал вариант того, чтобы положить его на рехаб от его зависимости. И он, в принципе, уже сейчас не против. Но это нужно делать максимально аккуратно и постепенно, так как лечение стоит немалых денег. А будет ли такая возможность, я не знаю. Не знаю, как будут смотреть этот ролик, какие эмоции вызовет у вас этот человек. Осуждать, критиковать, сраться с друг с другом, воевать. Это то, это то, что мы умеем. Но способно ли наше общество прощать, оказывать поддержку и давать второй шанс? Наша с вами задача показать Владимиру, что он не один. Что вокруг есть люди, которые готовы протянуть ему руку помощи. Чтобы вырвать его из этого порочного круговорота. Замотивировать его начать новую жизнь. Лично я в последнее время засыпаю именно с этими мыслями. Ну, сейчас, по сути, открываются перед ним новые возможности. Он может стать блогером. Кстати, мы завели ему телеграм-канал, где он будет показывать свою жизнь и Колумбию. Ссылка в описании. Он может быть гидом, переводчиком, снять приличную квартиру, написать книгу, да господи, что угодно, там, не знаю, завести девушку. Свои донаты вы можете присылать на мой Тинькофф или Сберкарту. Обязательно с подписью для Володи. И уже в следующем ролике я скажу, сколько нам удалось собрать и что мы сделали с этими деньгами. А если у вас есть мысли, как можно еще грамотно поступить, пишите об этом в комментариях. Как бы сначала, по молодости, наверное, из-за того, что я должен выиграть и заработать денег, я не думал об этом. А сейчас я думаю. Скажем, я в тюрьме тоже, у меня что-то началось такое меняться во мне. Наверное, я понял, я оценил, скажем, весь ущерб, весь ущерб, который я сделал. И бизнес наркотиков – это самый такой, самый ужасный, самый жуткий. Это не то, что, скажем, одна, другая жизнь, а ту жизнь, люди, которые начинают употреблять, у которых начинает это все, скажем, меняться в головах тоже. Это ужасно, на самом деле. Ладно, я как бы понял свои ошибки, не хочу их совершать. Наоборот, думаю, как бы меня вообще вылезти из наркотиков. В том смысле, что я не употребляю, хочу уже. Хорошо, у меня определенная зависимость. Посмотрим. Бог нас судит. Только Бог мой судья. Этот мир, он без наркотиков уже как бы тоже быть не может, и закрыть на этом глаза тоже не получится. Это либо ухудшить ситуацию, либо улучшить. Улучшить это, ну, уже как бы, чтобы люди более организованно, более культурно употребляли что-то, и в местах, которые относятся, скажем, и отвечают за этот характер. Я иду с моей дочкой, и напротив нее люди употребляют наркотики. Я вот этого, конечно, я очень не хочу. Как бы хочу, чтобы тоже люди, которые употребляют, понимали, употребление наркотиков – это нехороший пример. А лучше, конечно, чтобы не употребляли вообще. Глупые учатся на своих ошибках, умные учатся на ошибках глупого, а мудрые учатся на чьих ошибках? Наверное, всех. Реализоваться в этой жизни, найти себя, как бы, музыка, артистизм, скажем, может даже снять кино. Такая вот, такая идея есть. Не столько многословная, сколько обширная, которая показывает мир. Что-то наподобие одного блога, только это как кино, как, скажем так, проехать по свету, показать той или иной участок земли, где такая или иная жизнь. Интересно. Сложно начинать заново. Это, конечно, сложно. Я попытался бы организовать мою жизнь на определение сроком один триместр. То есть три месяца я, как бы, хотел не думать о том, что я буду кушать, где я буду жить. Если получится, продвигаться уже дальше. Только, ну, по крайней мере, не спать на улице и не кушать с помойки. Тебя эти деньги не убьют? Нет. Убьют, наверное, кого-нибудь другого. Да нет, не думаю. Как бы, никогда не говори никогда, только я уже, ну, я прожил определенную жизнь и уже все, ну, как бы. Куда падать, некуда, куда падать. Только умереть, если что. Куда падать, некуда, куда, 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 куда.